Выгодно покупать автомобили Рено в Нефтекамске! Террамобил на Янаульской 1А Георгий Голанов трудится на Нефтекамском водоканале с лесарем-ремонтником вот уже 37 лет. Он застал еще тот период, когда корпусы нынешних очистных сооружений только возводились. Говорит, что за четыре десятка лет работы повидал многое, а нынешние времена на предприятии называют положительными. Многое здесь все это обновили, оборудование, задвижки много поменяли. Лучшие впечатления о работе на Нефтекамском водоканале в основном связаны с ремонтом очистных сооружений питьевой воды. Он длился последние 14 лет. Начинали с полуразрушенных корпусов, которые достались в наследство с советских времен, а в 90-е были заморожены. В 2006 году начали ремонт основных узлов. В 2012 ввели в эксплуатацию установку, которая стала вырабатывать раствор, способный заменить хлор в процессе очистки воды. Все это время не забывали о нуждах рядовых сотрудников. Для них обновили бытовые помещения, столовые, а в душевых даже появились теплые полы. Нововведение последних лет – это автоматизация процесса наблюдения. В диспетчерской теперь установлен специальный монитор, который отражает показания давления на водозаборе, прием воды и уровень в резервуарах. Специалисты говорят, что с его помощью работа стала оперативнее. То, что облегчает, это да, но вот как, насколько быстрее, то есть раньше я давление это не видела, мне приходилось звонить машинисту, у них-то там выведены всегда, манометры стоят. А сейчас у меня все это перед глазами, то есть необходимости постоянно выходить с ней на связь у меня уже нету. То есть я сама вижу и уже по указанию диспетчера, центральной диспетчерской, то уже регулирую, я значит даю команду и она добавляет, убавляет. Расход, включает, отключает насосы. Еще одно обновление коснулось непосредственно рабочих блоков на очистных сооружениях питьевой воды. За последние два года здесь провели ремонт на несколько миллионов рублей. Руководство уверено, что это важное преобразование. Однако водоканалы еще есть к чему стремиться. На контрасте с очистными сооружениями питьевой воды работают очистные ливневых стоков. При вводе в эксплуатацию они были рассчитаны на пропуск 12 тысяч кубометров в сутки. Сейчас эта цифра превышена в два раза. При этом износ самих очистных составляет 90%. Привести их в порядок своими силами нефтекамскому водоканалу удастся вряд ли. В 2017 году было потрачено уже только 9 миллионов. При этом где-то порядка 3-3,5 миллионов рублей были собственные средства предприятия. Остальное также было выделено с различных бюджетов городского и республиканского. А уже в 2019 году республиканский бюджет на капитальный ремонт нам средств никаких не выделил. И мы вынуждены были чисто собственными силами выполнить капитальный ремонт и подготовку к осенне-зимнему периоду эксплуатации. На необходимые преобразования потребуются десятки миллионов рублей. Эти суммы для предприятий на данный момент просто неподъемные. Поэтому на нефтекамском водоканале ждут внимания со стороны республиканских и федеральных властей. Лариса Миронова, Валерий Зазулин. Информационная программа. Время новостей.